Кубанский инфотур давно ушел от формата просто ярмарки. Это скорее площадка по обмену опытом, заключению контрактов и договоров. Сегодня и правительство страны, и региональные власти четко определили приоритеты. Курс на импортозамещение, а значит развитие агропромышленной отрасли в числе основных задач, которые необходимо решать. Мы все успешно выполняем задачу, поставленную губернатором, и хотим, чтобы в следующий курортный сезон весь санаторно-курортный комплекс по максимуму был заполнен кубанскими продуктами. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие позволит заключить протоколы о намерениях и в дальнейшем договоры с объектами санаторно-курортного комплекса. Сегодня здесь приглашены как представители санаторно-курортного комплекса Анапы, так и Демрюкский район и Славянский район. Поэтому всем хочу пожелать удачи. Я уверен, что сегодня это будет успешный деловой день. В мероприятии приняли участие более полусотни производителей. Это и крупные холдинги, и фермерские хозяйства. Они уверяют, сегодня сотрудничество с санаторно-курортным комплексом – дело крайне прибыльное. Именно на таких выставках заключаются выгодные контракты по поставкам продукции. В этот раз к кубанским потребителям присоединился Крым. Очень много пансионатов, которые сейчас работают с нами. Непосредственно сюда приезжают с острова Крым. Очень много людей здесь, так как ваш город находится в непосредственной близости. Тоже нам сыграло это на руку. Очень много клиентов появилось благодаря Анапе. Появилась наша продукция и в Крыму. В инфотуре также приняли участие анапские производители. Вот уже четвертый год подряд в школы и санатории города-курорта поступает молочная продукция из джигинки. Своё производство – это главное преимущество. Молоко даёт собственная ферма, а современное оборудование позволяет делать из него вкусные и полезные молочные продукты. Получили в прошлом году звезду качества России, где нас поздравлял и губернатор Краснодарского края Кондратьев. Затем в Госдуму мы летали, тоже получили всё это, и подарки, и призы. Поэтому мы имеем право на свою продукцию и на молоко, на сметану, на масло. Имеем знак качества России. Среди уже ставших популярных продуктов мясной, молочной и хлебобулочной отраслей на выставке встречались и уникальные предложения. Несколько лет назад Дарья Марчук вместе со своим супругом открыли ферму по выращиванию устриц на Малом Утрише. И только этим летом получили первую партию. Пока работают только с предприятиями ресторанного бизнеса, но в будущем планируют расширить рынок сбыта. Поддержка администрации у нас есть, они у нас заинтересованы. Мы тоже хотим расшираться. Время покажет. Мероприятие такого масштаба – это не только экономическая, но и важная социальная программа. К примеру, администрация Станицы Гастагаевской нашла возможность, как обеспечить инвалидов недорогими и качественными продуктами. Мы закупаем для своего общества инвалидов яичную продукцию, мясную и куриную продукцию. Вот сегодня очень понравилась фирма Агропром. Ну, взяли, я думаю, что мы будем с ними работать и дальше, потому что вот продукция очень вкусная. И по ценам, как раз для общества инвалидов, она будет, как говорится, доступная. Тем более, нам пообещали еще и скидочку дать. Работа Агропромышленной выставки «Кубанский инфотур» на этом не завершается. Уже в первых числах декабря участники поедут в город Сочи, а напчане также примут участие в этом проекте.